В добрый путь в Казанском университете представили науку ректора. Возглавить один из старейших университетов России – это большая честь, так вот, пусть не пункт этого университета, и большая ответственность. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков посетил передовую инженерную школу в Челнах. Школа и для университета, поскольку это образование, но и, наверное, не в меньшей степени для КАМАЗа, поскольку у нее технологические задачи. Ушел, но не до конца. Компания H&M не исключение. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Казанский федеральный университет посетили министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Республики Татарстан Рустам Мениханов и заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Николай Журавлев. Каковы цели их визита, выясняла Маргарита Михайлова. В императорском зале Казанского федерального университета состоялось расширенное заседание ученого совета. Торжественно представить нового ректора университета, лично приехали министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Республики Рустам Мениханов и заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Николай Журавлев. За многовековую историю императорский зал не раз становился свидетелем ярких исторических событий. Вот и сейчас в нем наконец-то представили нового ректора Линара Сафина. В преддверии нового учебного года, вы знаете, за что бьется каждый университет? Часто приходится. Ведущий университет МФТИ, МИФИ, Бауманка, МГУ. В первую очередь, когда решается вопрос назначения ректора. Ректор должен быть выпускник нашего вуза. Ректор большого федерального университета сегодня – это человек с взаимоисключающими характеристиками. Он должен одновременно уметь работать в четырех разных измерениях, при этом делать это успешно и сводить в себе, синтезировать, быть таким интегратором. Приспоряжение Михаилу Владимировичу Мишустиным, председателем правительства РФ, подписано. По его поручению я сегодня представляю ректора. Прошу коллектив поддержать. Мы со своей стороны как оказывали поддержку, так и дальше всем добрым инициативам коллектива Казанского федерального университета. Также будем оказывать поддержку и помогать. В добрый путь, Ленар Ринатович. Рустам Мениханов в своем обращении коллектива университета поблагодарил весь педагогический состав вуза и отметил, что Казанский федеральный университет – гордость Татарстана. Проекты, реализуемые на базе учебного заведения, выводят КФУ на лидирующие строчки всемирных рейтингов. Обращаюсь, Ленар Ринатович, к вам. Перед вами стоят большие масштабные задачи. И, конечно же, я заверяю, что республика, правительство, наши предприятия, все, что мы можем, мы привнесем в наш университет. И, конечно, и будем опираться в своей работе на тот потенциал, который есть у нас. Ленар Сафин на протяжении 13 лет проработал в Казанском университете преподавателем кафедры истории и права. В 2010 году Ленар Сафин был министром транспорта и дорожного хозяйства республики. За время его работы в регионе были проведены масштабные дорожные работы. Благодаря этому республика вошла в топ регионов с хорошим дорожным покрытием. С 2020 года Ленар Сафин являлся сенатором Совета Федерации. Ленар Ренатович, я с большим удовольствием поздравляю вас с назначением, уже теперь официальным, на должность ректора. И прошу принять слова благодарности и признательности и поздравления от лица председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко и, конечно, всех сенаторов, с которыми вы так активно, эффективно, но, к сожалению, не очень долго проработали в Совете Федерации. Вы очень много сделали для, в том числе и республики, работая в Совете Федерации. И, безусловно, проявили себя как очень надежный и эффективный член команды Совета Федерации. Я уверен, что приобретенный опыт в стенах Совета Федерации станет надежной основой для новых свершений о вашей энергии и знании залогом успешного решения любых задач. Ленар Сафин, в свою очередь, выразил правительству Российской Федерации и республике благодарность за оказанное доверие, а также представил коллегам свои намерения относительно предстоящей работы в стенах университета. Возглавить один из старейших университетов России – это большая честь, как выпускнику этого университета и большая ответственность. Рассчитываю продолжить выбранный курс на подготовку востребованных специалистов на базе классического университетского образования. При этом я считаю, что нужно дать возможность преподавателям сосредоточиться на обучении, исследованиях, науке и этим исследованиям дать прикладной характер. Я создаю всю серьезность и ответственность за коллектив вуза, которое на меня возложено. Обещаю работать честно, на совесть и рассчитываю, коллеги, на вашу поддержку. Почетные гости отметили, что Казанский федеральный университет – бесспорно учебное заведение мирового класса. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, КФУ ждет непростой путь, потому что лидерам сложнее. Они задают планку. Маргарита Михайлова, Тимур Табаров, Вячеслав Василенко, Никита Акиншин и Хафиз Гараев. Универньюс. После участия в расширенном заседании ученого совета, министр науки и высшего образования отправился в набережные Челны. О строительстве инженерного корпуса и общежитий в рамках реализации проекта передовых инженерных школ смотрите далее. Визит министра науки и высшего образования Валерия Фалькова в республику Татарстан продолжается. Этим утром во время торжественного представления нового ректора КФУ он подчеркнул, что Казанский федеральный университет – учебное заведение мирового класса. Поэтому реализация федеральных проектов на его базе – лучшее решение. Передовые инженерные школы – это федеральный проект, инициированный Миноборнауки Российской Федерации. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения принимали участие 89 вузов. Тридцатку победителей вошел Казанский федеральный университет. Специализируется новая передовая инженерная школа на машиностроение. Ключевым партнером школы обозначено публичное акционерное общество «КамАЗ». Мы сегодня приехали сюда посмотреть, как организовано производство и обсудить задачи для передовой инженерной школы Казанского федерального университета. Здесь, в Набережно-Челнинском филиале. Это сегодня уже, понимаете, две стороны одной медали. Школа и для университета, поскольку это образование, но и, наверное, не в меньшей степени для «КамАЗа», поскольку у нее технологические задачи. В рамках рабочего визита была организована экскурсия по инжиниринговому центру Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, где студенты представили проекты, реализованные совместно с индустриальным партнером «ПАО КАМАЗ». Вы, наверное, знаете, что два месяца назад мы создали передовую инженерную школу совместно с «КамАЗом». И за эти два месяца мы уже очень много успели сделать. Мы набрали студентов на бакалавриат по новой специальности по электромобилям, набрали ребят на магистратуру по специальности автономные автомобили. И уже у нас готовы практически закупки оборудования для четырех лабораторий, которые мы должны по программе сделать уже в этом году. Финансирование у нас уже началось и со стороны федерального бюджета, со стороны КАМАЗа, со стороны Республики Татарстан. И поэтому я думаю, что наши задачи, которые перед нами стоят, они будут выполнены. Но самая основная задача передовой инженерной школы, это, конечно, с одной стороны, привлечение абитуриентов талантливых в наш институт, а с другой стороны, выполнение таких передовых фронтирных задач, которые стоят перед автомобильстроением и перед КАМАЗом, которые мы должны выполнить на сегодняшний день. В завершении встречи министру науки и высшего образования был представлен план развития передовой инженерной школы. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации на Бержнечелнинского института КФО, Универ Ньюс. Международные компании одна за другой временно приостанавливают свою работу в России. На фоне конфликта в Украине кто-то по политическим соображениям, а кто-то из-за усложнений логистики и нестабильности курсов валют. Так и компания H&M не стала исключением. О том, как уход ритейлера повлиял на россиян, узнаете в следующем сюжете. 2 марта 2022 года H&M групп приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, компания объявила, что решила начать процесс закрытия бизнеса в стране. Но ущерб оказался настолько большим, что организация решила временно открыть офлайн-магазины для продажи оставшихся в России товаров. Накануне стало известно, что ритейлер внес предоплату за аренду торговых площадей почти на год вперед за свой флагманский магазин галереи «Актер» в центре Москвы и согласился выплатить многочисленные штрафы владельцу торгового центра «Колумбус». Общая сумма выплат составила около 400 миллионов рублей. У меня братья младшие есть, они там одевались. Там дешевые, хорошие вещи были. Ну, то есть, в смысле, по качеству хорошие, хотя дешевые. Я одевалась как-то по привычке в «Заре», «Чендем» и так далее. Но когда они ушли, мне кажется, вот именно масс-маркет, он тут суетился, и вот шоу-румы и так далее. Я думаю, что это позитивно отразится на смысле в плане промышленности. И в будущем нам будет легче выбирать и так далее. Мы не будем зависеть. Сначала я, конечно, расстроился, потому что, когда выбора меньше, это всегда не очень здорово. Но с предшествием времени можно убедиться, что, в принципе, ассортимент есть, есть из чего выбирать. Поэтому, ну, одеваюсь просто в немного других магазинах. Я стала дольше ходить по магазинам, искать вообще, что себе, что одеть, что купить. Потому что, ну, там, где я одевалась, одежда мне подходила, а тут я смотрю и уже долго, тщательно выбираю, потому что выбора стало намного меньше. И трудно что-то найти, чтобы подошло именно тебе. 28 июля стало известно, что шведская сеть H&M выставила бизнес в России на продажу. Потенциальным покупателям предлагаются права аренды на примерно 170 магазинов и товарные запасы стоимостью 210 миллионов долларов. Предложение о покупке бизнеса H&M в России получили крупнейшие ритейлеры, в частности, Мелон Фэшн Групп и группа Спортмастер. Компания надеется найти покупателя на российскую часть бизнеса или ждет, когда появится схема, позволяющая остаться в стране. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюз. В рамках рабочей поездки в Республику Татарстан Казанский федеральный университет посетила делегация Луганской народной республики в составе нескольких муниципальных депутатов под предводительством депутата Государственной Думы Российской Федерации Татьяны Ларионовой. На этом все. В студии была Ариатна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!